в частном учреждении вот поэтому вот так спасибо всем за поддержку за добрые слова я немножко восстанавливаюсь после всего скажем так этого но чувствую себя намного лучше привет малин ты как врачом вы можете считать как угодно мне от этого не холодно не жарко честно но я для себя узнала я для себя реально узнала ну как бы правду и все и мне не придется с этим жить посмотрю зайду обязательно во-первых у меня не позволяет здоровье там находиться будет последний эфир со мной через неделю где-то вот где я на лобном сижу никакая у меня давление 152 на ой до 152 на 110 или 108 и пульс 108 или 110 чтобы не обманывать не помню и но я все равно вышла то есть но на разговор на лобный поэтому как бы так he's my he's my best ex-boyfriend нос я не делала губы дело у девочки астроклиник если интересно могу потом выложить многие девчонки кстати с проекта и писали потому что понравилось как сделано я не из тех кто будет молчать не из тех кто будет терпеть как вода это может выглядеть мне все равно это не американцы это алмансы они пишут на смешанном английском и на смешанном албанском языке так сейчас что-то у меня зарядка не идет на телефон слушайте ну по одному видео типа а по факту то я сказать больше и нечего вот как бы и люди вы цепляетесь за это но он нигей скорее всего сексуал не знаю что за скрины выкладываю там я не не как бы не смотрю на это все поэтому не могу сказать да у меня бывший албанец бывший албанец бывший парень албанец рэпер перископ это такая платформа вот как инстаграм только там что такое сейчас ребят подождите это такая платформа раньше там беглись прямые трансляции я скажем так в ниглиже ну творила скрывала этого я изначально когда пришла ребятам сказала был разговор с администрацией как бы он изначально об этом знал поэтому как бы подводить к тому с чего и начали я людям плачу той же монеты в принципе мне наверное ну немножко стыдно все таки можно было я согласна сделать это все красивее но как говорится что я сделала уже члены не мои к сожалению но как бы смешно сейчас не было это все это очень грустно я ночь проплакала после этого всего я не могла реально поверить какие-то там еще что-то у меня не идет зарядка может не работает или что с него села а есть другая если только блок где зарядка да вот сейчас идет не скресла сейчас тиму а так если она сядет она будет пищать ну вот сейчас сейчас идет она спасибо так я не знаю чем он зарабатывал опять выключилась да так еще раз нет подобным ничем я не занималась это не было спортом это видео снимала я вот не в трезвом скажем так состоянии и поэтому чувство конечно чувство есть осадочные но человек вам не убил все хорошие ребят я уже на эмоциях и так вывалила все что можно было нельзя правда хорош я верю в то что моей жизни сложится все иначе сейчас посмотрим как она будет заряжать слушайте я недавно не так давно но может месяца полтора назад хотела заняться своим делом сейчас же знаете что ну шмотки ушли вот хочу открыть свой бренд одежды не просто заводить шмотки там или еще что-то а именно хочу открыть бренд у меня есть потрясающие зарисовки я так была вдохновлена скажем так какими-то вещами что у меня даже есть название бренда у меня есть бизнес план просто почему-то я угасла я на себя перестала быть похожей очень сильно за себя запустила на самом деле я считала как что раз человек поступил со мной плохо я там должна также поступать на проекте да с проекта я общаюсь наташа сейчас кстати приедет зайдем прямой эфир с ней с наташей с кати и кстати тоже нет на поляне не знаю как насчет кати но она даже не вернется с кем еще с кристиной с ваней барзиковым блин да я со всеми в хороших отношениях была не могу сказать что с кем-то о миланка зашла милан привет а не хотела со всеми была в хороших отношениях на проект я не хотела идти он меня уговаривал сколько недели наверно полторы неделю я подумала что но по имя любви надо чем-то жертвовать я сейчас успокоилась я на самом деле мне вот эти все отношения вот это но не скажу что любовь слишком громко но эти все чувства просто скружили голову настолько что я перестала быть собой зубы у меня были если что с кариной да но меня не было на дне рождения я ее поздравила на следующий день на утро мне позвонила перед мамой мы с ней списывались она мне написала я извинилась перед ней вот за то что так получилось детей в принципе хочу хочу и семьи хочу детей я прям готова я когда бусю завела ну все видели бусю звезда моя я поняла насколько я ну то есть у меня вот эта ответственность именно появилась я очень переживаю там за нее я хочу девочку я думаю что у меня будет прекрасная дочка я думаю что вы еще увидите мою девочку все что говорит грант равно нулю поэтому давайте закроем тему лучше пообщаемся на более какие-то важные вещи у меня нет телеграма но есть телеграм но у меня нет канала я как-то вообще не особо последнее время особенно последние полгода не веду просто давайте закроем эту историю перевернем листик и пойдем дальше я так наелась капец у меня видимо из-за того что я толком ничего не ела сузился организм но в желудок и смотрите сейчас покажу что я тут единственное я ой очень люблю роллы сегодня роллы вот салатик кушала это икра щучья и сырок а ну и спринг роллы вон там лежат забейте забудьте я последнее время толком ни с кем не разговариваю поэтому это знаете как с языком когда долго не практикуешь начинаешь забывать да наташку жду а я не знаю что с камерой может из-за света просто плохо рома рома на самом деле я вам так скажу потрясающий человек я как бы как мужчина не могу сказать но он потрясающий человек который был со мной рядом все это время притом я как бы не давал ему никаких надежд я сразу сказала ром что у меня только закончились отношения и вы знаете вот настолько на самом деле приятно была его поддержка то есть он мне там каждое утро приносил еду потому что ну у меня не был как бы не было бойкота какого то но я просто не хотела есть я толком из комнаты не выходила когда меня там просили поговорить там или что-то еще меня не выгоняли сейчас я расскажу это вот поэтому на самом деле чисто хороший души человек я очень надеюсь на то что он встретит свою половинку просто не на проекте мне писали кто-то пишет что я ушла кто-то пишет что я в отпуске я не в отпуске я ушла можно сказать сбежала я наверное действительно не проявила себя не с той стороны но я была настоящей и в каких-то моментах конечно я переживала просто я себя максимально сдерживала и плакала я вне камеры когда мне было плохо я мерила давление вне камеры когда мне просили выйди там типа с аппаратом потому что аппарат у нас находился у администрации я максимально настолько привыкла скрывать свои чувства что сама уже не поняла похуй мне не похуй вот касаемо клавы что могу сказать ну какие-то вещи выносила она просто ей никто не верил да и какие-то там слухи скажем так там о их личной жизни но не слухи а в целом она сказала честно что как бы как она скажешь как бы типа это ли там не выглядит но типа как бы это сейчас типа плохо не звучало но я типа рада даже что типа так случилось что-то такое да конечно я не расстраиваюсь у меня самое главное что я усвоила в этой жизни что вот у меня случается какая-то плохая ситуация а у меня уже ну и реакции как бы особо нет у меня года два года уже прошло 31 1 сентября у меня умер молодой человек два года назад в этом году было два года я испытывала крайнюю боль потому что этот человек который провел там со мной детство мы с самого детства были знакомы и мне уже не так у клавы жизнь как бы сложилась вот таким ключом поэтому я могу пожелать только счастья вот и все это не чемодан клавы ко мне заходят короче барзиков я опять же не знаю покажут это в эфире нет он такой типа вот типа насчет вещей типа собери как бы ребята помогут если что там его вытащить ну я разговариваю типа обсуждаем какую-то тему ну я открыла и как бы открыла я не знаю про Алину я не смотрю паблики что у них там происходит мы не поддерживаем с ним общение у меня сейчас все хорошо у меня я пока не готова в принципе об этом рассказывать у меня была проблема очень сильная вот мне нужно было время чтоб скажем так прийти немножко в себя принять какое-то взвешенное решение не на эмоциях вот опять же мне очень жаль что я показала себя не с той стороны но как бы так да я ушла с проекта поэтому я работаю с психологом вот ой сейчас я была родственна но не сейчас рост у меня метр семьдесят один а вес сейчас сорок семь я похудела на четыре с половиной килограмма нет сиси не успела сделать я не жила в Корее я ездила туда к отцу но не жила там Миша Литвин с острова Сахалин тоже как и я очень положительный парень и 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